Ведущий легендарной культовой программы «Взгляд», руководитель ряда издательских домов, автор ряда книг, сегодня ведущий телеканала «Россия-1» и «Москва-24», знаковая фигура, без сомнения, в истории российских медиа, Евгений Додалев, гость нашего эфира сегодня. Евгений Юрьевич, здравствуйте, спасибо большое, что пришли сегодня в студию. Добрый вечер, спасибо за такое представление. В одном из интервью автор о заглаве интервью с вами «Хунвейбин перестройки». Вот как вам эта оценка и как вы сегодня оцениваете то, что происходило в нашей стране тогда? Ну, собственно, одно связано с другим. То есть вот это позиционирование «Хунвейбин перестройки», оно как раз возникло после того, как некую переоценку. Я для себя провел ревизию того, что было сделано, и понял, что нами молодыми журналистами манипулировали достаточно опытные люди, которые хорошо представляли, чем все это дело закончится. А нам-то хотелось просто свободы, рок-н-ролла, джинсов, Голливуда, того, что было запрещено. И никто, конечно, не думал, что вместе с водой выплеснут ребенка. Поэтому я себя называю «Хунвейбином перестройки». Хунвейбин – это была в Китае молодежь революционная, пассионарная, которую использовали и на свалку истории задвинули. А в какой момент произошла эта переоценка? Она не произошла революционно. Она эволюционно происходила. На самом деле, уже в 90-м году я расстался с телекомпанией «Вид», когда для себя вычислил, что не дают слово оппонентам, с которыми я был не согласен. Я считал, что это просто враги-враги. Но что с ними надо вступать в полемику, что с ними необходима дискуссия. И меня это как-то тогда напрягло, и я расстался с коллегами. И выборы 1996 года тоже произвели на меня впечатление. Ну, так вот, в общем, поэтапное какое-то было пересмысление. Я думаю, что это просто возрастное, на самом деле. Вы знаете, что бытует высказывание, которое... Кто не был в молодости. Да, либералам, у того нет сердца, а кто не стал консерватором. После 40-го, у того нет мозгов. Одна цитата ваша. Если бы кто-то в то время, когда мы делали взгляд, сказал, что что-то, что мы делаем, приведет к развалу страны, я бы сказал, ну и отлично, давно пора. Да, у меня были абсолютно иллюзии по поводу вообще мироздания. И по поводу мироустройства на нашем шарике. Потому что именно из-за того, что не было, на самом деле, информации, цензура была очень жесткая в советской печати, в советской реме, мы вообще не получали никакой информации. И поэтому Запад был очень романтизирован. Вот на Утилус Пампилиус, вот эти строчки, Гудба Америка, где я не буду никогда, и мне стали слишком малы твои тесные джинсы, бла-бла-бла. Я действительно просто вот видел этот Запад вот в таких вот розовых каких-то тонах, и мне казалось, что если там империя зла рухнет, то, ну и все отлично, мы просто будем интегрированы в какое-то прекрасное демократическое общество, в некий глобальный социум, где все будут друг друга любить, где не будет никакого противостояния, не будет никаких войн. То есть был поразительно наивен, чем я себя оправдываю, не я один. В общем, мы в целом, в целом мы очень были наивны из-за того, что не были информированы. Вы знаете, как говорят, информирован значит вооружен. Мы не были вооружены и не были готовы ни к рынку, ни к контакту вот с мировым сообществом. Но вот то, о чем вы говорите, цензура, просто лютая цензура, прекрасный Запад, ведь такая точка зрения популярна весьма и сегодня, что, дескать, кровавый режим, нужна свобода. Нет, это смешно. Или это совсем другое? Это смешно, потому что цензура сейчас в западных медиа гораздо жестче, чем у нас, чем в России, в нынешней. Да, у нас нет такой свободы, которая была при Ельцине, потому что при Ельцине это было нечто, в общем-то, аналога вот этой свободе слова, свободе печати, которая была в середине 90-х, ее, считаю, что не было нигде ни до, ни после. Сейчас у нас гораздо меньше цензуры, чем в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки, я считаю. Но в Советском Союзе действительно цензура была очень жесткая. Я помню, я начал работу в московском комсомольце в 85-м году, когда уже были апрельские тезисы Горбачева, то есть началась уже классность и перестройка. Я прекрасно помню, как Павел Гусев снимал из номера, ну, я там был свежей головой, там, выпускающим, снимал из номера фотографию с надписью, что там, ну, грачи прилетели, или весна пришла, потому что на заднем фоне были купола церкви, просто такая фотография. Нельзя было упоминать вообще Высоцкого, просто вот, чтобы цитата из Высоцкого какая-то была, или просто имя. Нельзя было упоминать слово синагога. Почему-то, то есть, ну, вот какие-то невообразимые сейчас, сейчас. Это действительно была цензура, и она существовала, просто был главлит, у нас там, по-моему, на 6-м этаже, в московском комсомольце располагался на 3-м этаже здания, на улице 5-го года, на 6-м этаже вот сидели цензоры, куда, как им относили полосы, и они подписывали перед тем, как это шло в печати, то есть она существовала до юра. Но Википедия утверждает, ну, это известный факт, что Вы стали первым журналистом, материалом которого, о валютных проститутках, надо сказать, принимал решение ЦК КПСС. Ну, да, да, было такое дело, да. Это, ну, шумный реальный был материал тогда, да. 86-й год, да. Потом 90-е, уже после перестройки, и я братью внимание еще на одну стату, если идти дальше по истории, я считаю, большая беда, что умер Гайдар, потому что он не предстанет перед судом. Да, я считаю, что, вот меня огорчила и смерть Бориса Ефимовича Немцова, и уход Гайдара, потому что я считаю, что все младые реформаторы должны предстать перед судом. Обратите внимание, я не говорю, что они должны быть там казнены, наказаны. Я считаю, что они должны, это дело должны рассмотреть. Вот, должны рассмотреть на очень хорошем уровне, там, с привлечением западных юристов, каких угодно, но понять, действительно, совершили они преступление или нет. Или они действительно... Ну, а вы как считаете? Так, без решения суда я не могу назвать их преступниками, но, конечно, я считаю, что то, что сделал Чубайс и вот вся эта компания, это, конечно, ужасно. Это привело к... не потому, что там рухнула империя, а потому что миллионы людей были ограблены, миллионы людей были унижены, а огромное количество людей просто рассталось с жизнью. И я считаю, что это, конечно, преступление. И что если бы компетентные люди... Потому что здесь я выхожу за рамки своей компетенции, потому что я журналист, а не юрист. Если бы, соответствующий там прокурорский корпус, адвокатский корпус, вот это дело разобрали, и был бы какой-нибудь приговор по этому поводу, то это в значительной степени напряжение бы в обществе нашем бы смело. А если кратко, вот чуть-чуть пленку назад прокрутить, в развале СССР кто виноват? Если кратко отвечать на этот вопрос. В развале СССР виновата наша советская элита прежде всего. Не конкретно Горбачев или... Нет, нет, я, конечно, я считаю, что здесь ваш тезка, Александр Яковлев. Александр Николаевич Яковлев. Да, в гораздо большей степени виноват ниже Михаил Сергеевич Горбачев. Говорим о 90-х. Если вы дали оценку младореформаторам, а какую оценку вы даете Борису Николаевичу Ельцину? Я считаю, что он на самом деле был игрушкой в руках людей, более трезво оценивающих ситуацию. Борис Абрамович Березовский мне как-то говорил, что он просто сидел на препаратах, что его просто приучили к обезболивающим. Назовем это слово наркотики, потому что в английском языке лекарства и наркотики называются одним словом дракс. И что он вообще не очень на самом деле понимал, чем занимается и его дочь Диченко, и чем занимается... А с какого момента он сидел на лекарствах? Мне это Борис Абрамович сказал, когда я, собственно, с ним очень коротко общался в 99-м году. И я так понимаю, что где-то с года с 95-го, с 96-го. Вот. И что он реально хотел отойти от власти, никто его не отодвигал. Вот просто человек был очень-очень серьезно болен. Но он был очень амбициозным человеком и из-за своих амбиций, в общем, грохнул страну. То есть его против... Их вот конфликт с Горбачевым закончился тем, что в жертву была принесена империя. Если бы сегодня, ну так, пофантазировать, вы бы брали интервью, Борис Николаевич, что бы вы у него спросили? У него как... в каком году бы я бы брал интервью? Уже после того, как он ушел, отошел от власти? Я бы спросил его, понимал ли он роль администрации своей, понимал ли он роль Бурбулиса и Чубайса позднее. То есть... или нет. Или он действительно как-то по-своему видел всю-всю картину. Ему казалось, что он борется там с коммунизмом и с какими-то пережитками так называемого совка, который надо было обязательно полностью доконать. Конечно же, важнейшее событие в истории, в новейшей российской истории, вообще и в истории отечественных медиа, убийство 1 марта 1995 года Владислава Листьева. Это очень близкая вам тема. Ну и вопрос... Первый вопрос. Почему мы до сих пор, на ваш взгляд, не знаем имя заказчика? Да, я считаю, что люди, сведущие, они знают имя заказчика. Я считаю, что просто не оглашается это имя и некоторые нюансы этого дела, потому что это действительно очень громкое убийство, и его можно как домоклов меч подвешивать над любым человеком, потому что на самом деле подозреваемых тысячи, и у тысяч людей были мотивы, и многие люди желали устранения Влада, может быть, и не все желали именно убийство трагическое, но устранение его с этой позиции, и всегда это дело можно под тем или иным углом реанимировать, сказать, что появились новые обстоятельства, и виноват вот тот-то или этот человек, и человека задвинуть, потому что в представлении, ну, скажем так, массы, представления почти всего, скажем так, народа, вот, Влада Листьева убили за то, что он хотел убрать с Первого канала рекламу. Он никогда этого не хотел. Это миф. Да, это абсолютно, абсолютный миф такой журналистский, и, ну, он как-то вот попал на какую-то почву, то есть люди охотно вот это повторяют, в том числе и с профессиональной среды, что вот Листьев хотел убрать рекламу, за это его убили, и поэтому он, в общем-то, как бы имеется в виду, в этом контексте выглядит жертвой борьбы с этим мощным рекламным спрутом, который всех душит зрителей. То есть вы хотите сказать, что и сегодня, спустя 22 года, фактор убийства Владислава Листьева оказывает реальное влияние на политику? Это может быть использовано. Это может быть использовано, потому что, я говорю, что есть масса людей, которые, ну, я знаком с материалами делал, там кто только не упомянут. То есть там подозреваемыми были буквально тысячи людей, это не фигуры речи, это вот статистика, тысячи людей рассматривались как потенциальные заказчики. Это убийство. И некоторые из этих людей являются игроками и в бизнес-поле, некоторые в политическом, и всегда вот можно использовать этот фактор, якобы, ну, поднять тот или иной том дело, опубликовать его с нашей помощью, журналистов, я имею в виду, и сразу в глазах общественности он будет выглядеть мерзавцем, убийцей, и легче будет его, ну, скажем так, отжимать и получать от него желаемое, от этого человека. — Этот вопрос вам задавали много раз. Как вы отвечаете на него? Кто убил Владислава Листьева? — Я придерживаюсь той версии, которую мне полковник Литвиненко вот рассказал в куларах пресловутой приемной логовазы, которая была штаб-квартира Березовского, что задача была, что поскольку он начал влезать в финансовые потоки, что не входило в планы Бадри и Березовского, потому что они его взяли как, во-первых, ну, действительно знаковую фигуру, во-вторых, как бесспорно очень талантливого, гениального совершенно продюсера и креативного телевизионщика, и просто хотели поставить его на место, то есть немножко попугать, задвинуть, чтобы вот он как-то так несколько охолонул и меньше интереса проявлял вот к финансовым потокам, вот к этому кэшфлоу. И просто исполнители перестарались. То есть Борис Березовский стоял за этим убийством. Но задачи убивать не было, была задача именно попугать, уложить его на 2-3 месяца в больницу, как раз чтобы без него, в его отсутствии, без его оперативного управления провести те реформы, лицом которых он и был. То есть канализировать все рекламные потоки в одно русло. Отодвинуть Лесина, отодвинуть Горожанкина, отодвинуть всех тех людей, которые продавали на том этапе рекламу на Первом канале. И это абсолютно с точки зрения бизнеса, с точки зрения менеджмента было абсолютно правильное решение. Вот, канализировать это все. Ну, мы знаем, что на эту позицию на Первом канале пришел тогда Константин Львович Эрнст, и вот прошло 22 года по-прежнему руководителем Первого канала, самого популярного канала страны до сих пор является Константин Львович Эрнст. Другой монстр нашего телевидения это Олег Борисович Добродеев, который, ну, 20 лет, по сути, эти два человека определяют все на нашем телевидении. Почему? Почему так долго? В чем секрет их успеха? Их... Я думаю, что ни тот, ни другой... Эрнст и Добродеев. Да, и не Эрнст, и не Добродеев, они, условно говоря, знаете, вот есть такой очень распространенный глагол в нашей с вами, в журналистской лексике, ну, и вообще в современной лексике, глагол воровать. Вот ни тот, ни другой не воруют. А вот ни для того, ни другого деньги не являются вот таким вот ключевым аспектом. То есть я не романтизирую ни того, ни другого. Я понимаю, что все как бы любят деньги, но они их зарабатывают, вот не переходя некоторые негласно описанные вот рамки. Потому что вот эти флажки расставлены, и каждый вот там наверху знает, кто сколько может взять. Если кто-то берет не по чину, это называется ворует. Из-за этого... Это очень редкое, на самом деле, качество для телевизионщиков, потому что, увы, очень-очень многие, естественно, имен я не буду называть, вот люди, вы знаете, возможности порождают намерения. То есть когда есть... Берут не по чину. Не по чину, да. Берут очень много, и в ущерб делу. Вот. Я думаю, что вот этот аспект... Ну, не единственный. Ну, разве... Ну, потом они люди, ну, они, будем так говорить, люди лояльные. Это тоже очень важно. То есть мне кажется, если бы я руководил какой-нибудь такой крупной структурой, я предпочел бы на очень важных, ключевых позициях иметь людей, которым я могу доверять, которым я могу повернуться спиной. Я думаю, что они являются единомышленниками Путина. Отнюдь не все в медиа среде являются единомышленниками Путина. Отнюдь. В том числе и даже если мы говорим о руководящих позициях. Это важный аспект. В какой-то момент вы уехали на Запад, в Соединенные Штаты? Ну, вполне определенный момент. В какой момент? В 93-м году. В 93-м году. Почему вы вернулись? Я вернулся, потому что вот фактор социальной значимости для многих очень важен. Он важен для меня. То есть я понимал, что здесь я был в определенной степени авторитетным человеком в некой, скажем так, отрасли. И там, условно говоря, мог встретиться с любым вплоть до руководителя. государства человеком. Это вот чистая амбиция, как говорится. Ну, а в Америке я руководил бы там подразделением русскоязычным New York Times Company. С одной стороны, да, конечно, это такая некая журналистская мека. Но, во-первых, я был очень разочарован в заокеанской журналистике. То есть, у меня были какие-то представления о том, что Америка это... Стандарты журналистики. Стандарты журналисты. А чем разочарованы? Ну, тем, во-первых, что там существует жесткая цензура. Очень жесткая. А каким образом она осуществляется? Она определяется... Планерки в белом доме? Нет, там все гораздо интереснее. Очень напоминает на самом деле ту ситуацию, которая сейчас у нас неким образом выстраивается. Потому что мой первый опыт был... Я уехал в 93-м году и вот известные события 93-го года расстрел Белого дома. Расстрел парламента октябрь 93-го года. Да, в октябре это, естественно, все обсуждали. Я стажировался в калифорнийской газете The Press Democrat, которая была вот филиалом, калифорнийским филиалом New York Times. И я присутствовал на всех рядколлегиях. Ну, то есть, вот погружался во всю эту историю, знакомился с опытом товарищей Закянских. И вот идет на первой полосе этого The Press Democrat фотография с горящим белым домом и выходит оттуда Кирсан Илюмжинов, тогдашний лидер Калмыкии с белым флагом. Ну, и некий текст. А я знал Кирсана Николаевича очень хорошо и мы до сих пор общаемся. Я говорю, вы знаете, сейчас мы позвоним вот этому человеку, это вот лидер Калмыкии, у нас будет эксклюзив, он вам просто расскажет, что происходит. Наверное, говорит, не надо. Я говорю, нет, нет, вы, наверное, что-то я не очень хорошо говорю по-английски, наверное, вы не поняли, вы не поняли, сейчас просто вот, мы вот просто в номер сейчас дадим эксклюзив, то есть у вас фотография, которая идет на первой полосе, будет эксклюзивный текст. Они говорят, а мы все уже знаем, что надо и что произошло и как произошло. Я говорю, то есть каким образом? Они говорят, ну, мы же подразделение New York Times Company, а в New York Times уже все написали, и мы вот своими словами изложим. То есть, на самом деле, вот просто вот есть некая установка. И это то, что происходит и сегодня. Сегодня гораздо хуже там ситуация даже, чем была в начале 90-х, и там как раз происходит вот ситуация, очень напоминающая агонию Советской империи и в идеологическом аспекте, потому что мы же все учились читать между строк и не верили. Вот про закрома Родины, про американскую военщину, вот это мы все читали, это кроме улыбок ничего не вызывало. То есть, мы какую-то информацию находили для себя и умели, вот главное, понимать вот это так называемое из жопов язык мастеров журналистики. А там сейчас происходит то же самое. Там, если заходить на форумы вот всех этих изданий и читать, что пишут читатели, мы понимаем, что читатели-то понимают, что они являются жертвами просто пропагандой достаточно грубой. Это касается и антироссийской риторики, и очень многих вещей. То есть, там уже зритель, за счет зритель и читатель этих ресурсов с большой долей скепсиса и недоверия относятся вот к этим информационным гигантам, которым когда-то там доверял. К сегодняшнему дню и к тому, что происходит в нашей стране, о современном телевидении хочется вас спросить. Еще недавно политических ток-шоу на главных федеральных телеканалах было совсем немного. Сегодня каждый день по 5-6 часов на первом канале, на втором, на НТВ. То же самое происходит в интернете, то же самое происходит с ведущими печатными изданиями. С чем связан вот этот вот всплеск гласального интереса к политике. Это ведь очень серьезные изменения в обществе. Да, я знаете, я вот как бы часто в благосфере читаю про зомбоящих так называемый и говорят, что вот все эти форматы политические, что это попытка промыть мозги. На самом деле и у Добродеева, и у Эрнста, и у других руководителей это просто бизнес-составляющая. Они понимают, что есть потребность в этом, что есть интересы. И что это делает цифру. Это вот не потому, что кто-то там из Кремля позвонил и сказал, давайте побольше политики. Вовсе нет. Это просто, это существуют все эти ресурсы в контексте рынка. Значит, нужна доля, нужен рейтинг. ТНС, а теперь медиаскоп и так далее. и просто бьются за зрителей. То же самое и у нас, нашим сайтом КПРУ постоянно смотрят в редакции счетчики. Вот с чем связан, я сейчас говорю не о телевидении, это реакция на интерес общества. Я считаю просто этим важным проговорить, потому что мы с вами там в предыдущем блоке упоминали Добродеева и Эрнста, и один является, Олег Борисович, является моим работодателем. Другой вашим другом нас показывает. Моим приятелем, поэтому мне очень сложно. Я не могу им петь Асану, потому что это будет выглядеть очень странно, если я буду говорить, что это гений телевизионного менеджмента, что это люди, которым надо ставить... Я так, может быть, и считаю, но просто говорить это не очень удобно мне. И о каких-нибудь, может быть, других бы телевизионщик, с которыми я не знаком, от которых не завишу, сказал бы это. Но мне кажется, что у нас очень крепкое сейчас телевидение. Мне кажется, что уровень... По сравнению на мировом уровне. Да, абсолютно на мировом уровне. Я считаю, что да. Потому что у меня есть... Вообще информационные вещи, а не развлекательные вещи? Информационные и развлекательные. Да, допустим, так как у нас же все продукты в основном лицензионные, и я считаю, что российская версия того же голоса, то, что сделала Аксюта, это намного крепче, чем многие европейские аналоги, и чем оригинальный формат, с которым это начался. Но все же о зрителях хочется поговорить. Вот почему страна бросилась в политику в какой-то момент несколько лет назад? Если бы... Вы сами говорите о том, что увеличение в разы общественно-политического вещания это реакция на изменения в обществе. Ну, я думаю, что это ведь по закону Маятник. Мне кажется, что по году 18-19 произойдет обратное какое-то движение к развлекательному телевидению интерес снова будет реанимирован. Может быть, потому что сейчас... Знаете, такая песня была и как она есть у Шевчака предчувствие гражданской войны, что сейчас предчувствие мировой войны у нас во всяком случае стране. А у вас лично есть такое предчувствие? Я считаю, что да, я считаю, что она просто идет уже. Мировая война. Да, я думаю, что то, что там происходит и на юго-востоке Украины, и в Сирии, и в Северной Африке, это уже начало Третьей мировой войны. Опять же, к политике меня поразило ваш... Я процитирую вас вновь. В Фейсбуке вы как-то написали «Люди, на словах, пропагандирующие либеральные ценности, на практике просто являются приверженцами идеологии гитлеровской Германии». Да, это по конкретному эпизоде. Поясните. Ну, вы же знаете эту историю с проектом Первого канала «Минуты славы», когда суди, да, или как это еще раз, жюри, да, Рината Муратовна Литвиновой и Владимир Владимирович Познер, вот, там вот изложили свою точку зрения на выступления «Танцоры без ноги». Вот, и я считаю, что это абсолютно вот такие у них были фашистские тезисы. Но вы же не просто сказали вот Познер и Литвиновы, и эта история не только про них, вы сказали пропагандирующие либеральные ценности. Или вы имеете в виду только их двух? Нет, потому что все-таки вы расширяете так, оскорбляя всех либералов и всю вот эту либеральную тусовку. Ну, в общем-то, да, вполне осознанно это делаю. Потому что я так считаю. Но на основании не только этого или есть другие? Это симптом. Это просто очень такой наглядный пример. Вот эта история с этим одноногим танцором, которому Литвинову посоветовал пристегнуть. ногу для того, чтобы он не оскорблял ее эстетические рецепторы. Я считаю, что да. Вы знаете, что в Гитлеровской Германии что там делали с инвалидами и вообще. Я считаю, что у нас в в обществе вообще отношение к инвалидам ужасное совершенно. Вот это отсутствие вот этих пандусов, отсутствие вот этой культуры. Инфраструктуры. Да. Это, собственно, оно, вот это отношение у всех, оно просто по тем лекалам, которые нам показывают люди, имеющие статус гуру, имеют там иконы стиля Литвинова, гуру тележурналистики Познер. Они просто показывают некую модель отношения, которая потом воспроизводится на бытовом обывательском уровне. Как вы относитесь к самообсуждаемой теме? Одна из самых обсуждаемых тем сейчас, решение Первого канала отправить Юлию Самойову в Киев, но в итоге в Киев она не поедет, а по совместному решению Первого канала ВКТРК отправится уже на Евровидение в 2018 году. Как вам этот скандал? Ну, а какие здесь может быть оценки? Я считаю, что это очень правильно. Да, это был абсолютно такой выверенный конъюнктурный ход. Понятно, что ее выбрали. Давайте называть Вече своими именами, не потому, что она самый лучший на сегодняшний день. Исполнитель? Вокалист, исполнитель. Нет, это абсолютно было, я считаю, гениальное совершенно решение, потому, что это то, что в Америке называют win-win situation. То есть, это выигрываете при любом развитии событий. И выиграли, потому, что наши как бы украинские партнеры, показали себя не лучшим образом. Вы, будучи школьником, проходили стажировку в Комсомольской правде. Да. И карьера вашего отца писателя связана с Комсомольской мой папа работал в Комсомольской правде, да, и дружил с Юрием Щекочихином, у которого была рубрика «Алый парус». Вот, по-моему, и мое первое такое журналистское задание, будучи еще школьником, я получил от Юры, очищенную. Мы говорили с вами в перерыве, вы произнесли очень любопытную фразу, процитирую ее, в нашей стране под культурой всегда и сегодня понимается субкультура творческой интеллигенции. Поясните, пожалуйста. Ну вот, смотрите, у нас, давайте мы вспомним советский период, вот, советское телевидение, если мы про телевидение говорим, что, какие там форматы доминировали, это исключительно симфоническая классическая музыка, балет, балет, чтение литературное, то есть, это то, условно говоря, это канал культура, скажем так. Высокое искусство, вообще искусство. Действительно, да, высокое искусство, которое не массы, они ведь, что называется массовой культурой, это то, что воспринимается массами, потому что для того, чтобы слушать симфоническую музыку, нужен определенный, ну, как бы, определенная работа, труд, багаж, для того, чтобы сходить на выставку, у меня, допустим, нет рецептора, я в живописи вообще ничего не поминаю, Ника Сафрон для меня лучший художник, искренне я говорю, потому что я смотрю, ну, мне нравится, я, ну, просто не понимаю, у меня нет этих рецепторов, и вот, очень смешная была передача «Веселые ребята», которую делал Кнышев, где вот выстебывал, собственно, вот этот вот фактор, потому что там, как бы, зритель, простой зритель, там, водитель, дальнобойщик, на вопрос, какую музыку он слушает, он говорит, я люблю как классическую, так и хорошую музыку, сказал он, потому что, ну, понятно, что для него хорошая музыка, это, ну, более, более доходчивая, скажем так, и у нас, вот, люди называют себя культурными, те люди, которые ходят на выставки, люди, которые ходят в консерваторию, слушают, люди, которые ходят на, слушают радио шансон, или ходят там на Стаса Михайлова, они, вот, в этой системе координат, считаются малокультурными, но, я считаю, что это несправедливо, что это терминологическая, какая-то, вот, ошибка, потому что, субкультура, творческая интеллигенция, она прекрасна, но она должна быть в своей нише, у нее должно быть... То есть, это такая же субкультура, как и... Ну, как субкультура, как, ну, как любая субкультура, как студенческая субкультура, как субкультура байкеров, как... То есть, вы, как бы, обращаетесь и говорите, не чувствуете себя избранными к интеллигенции? Дело в том, что у нас, они просто в таком положении в избранном находятся, потому что на них ориентируется эстаблишмент политический, вот, элиты все очень прислушиваются, почему там, вот, администрация президента очень, в тот период, когда там Владислав Сурков работал, очень заигрывал, все время, с рядом писателей, с рядом культурных деятелей, они очень-очень сильно зависят от этой оценки, они хотят вот эти, знаете, как лайки есть в Фейсбуке, вот одобрение, они очень хотят, слышали одобрение именно от тех людей, которые для них являются законодателями всех мыслимых мод, и в литературе, и в музыке, а народ, он как бы существует сам по себе, вот там где-то, где-то есть электорат, который, ну, не важно, что он там думает, что он любит, вот важно, очень понравится вот этой страте. К другим темам, вот мы вспоминали Вадимира Познера, вы вспоминали, и его многие считают интервьюером номер один в нашей стране, вы тоже работаете в формате интервью последние несколько лет, и на России один, и на Москве 24, а для вас кто интервьюер номер один в России? Существует интервью, и существует интервью, все-таки, ну, если просто обобщать, то я считаю, что на прошлогоднем ТЭФе, там были соискатели, и Познер получил, я считаю, незаслуженно, потому что я считаю, что Юлия Владимировна Меньшова гораздо более крепкий интервьюер, вы знаете, у меня курсы были в Московском институте телевидения радиовещателем Останкино, и там про Познера все время спрашивали, я просто объяснял на конкретных примерах, почему Познер не есть номер один, и почему он не есть, в общем, как бы образец профессионализма, просто на конкретных примерах. Есть какие-то правила интервью? Я считаю, что основное правило, что нельзя оттаптываться на гость, если там не было какой-то агрессии, если не было провокации априори со стороны собеседника, если он не заслужил вот эту агрессию, то ни в коем случае нельзя человека так или иначе унижать, пользуясь своим положением. Тем более, что человек, который беседует с гостем, он, как правило, находится в выигрышном положении, потому что у него есть вот так называемое ухо, то есть на него работает редактор или продюсер, который может какие-то вещи подсказать. Целая команда. Да, и он может выглядеть более эрудированным и более, условно говоря, умным, чем его собеседник. А что вас мотивирует? Потому что у вас ведь очень любопытная карьера. Вы были суперзвездой в эпоху перестройки, потом вы стали медиа-менеджером, это совсем другая история, а потом вы снова превратились прежде всего в журналиста, в интерьера. Вот почему вы вернулись в журналистику вот в этом амплуае, и что вас мотивирует? Вы знаете, я считаю... Профессиональный интерес, слава, деньги. Вот зачем вам это сегодня? Нет, журналистика, это, я все время повторяю, это тезис, что это способ удовлетворять собственное любопытство за казенный счет. Вот, мне очень интересны люди, я с удовольствием наблюдаю людей, меня очень многие мои товарищи, ну, тоже возрастные, скажем так, журналисты говорили, как ты можешь там беседовать, ну, условно говоря, там, с кем-то... С Анной Семенович, да, 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 какие-то поющие трусы, что это, ты же гуру, а кто... Я говорю, ну, как вот, давайте мы спросим, сколько человек знает Додалева, сколько человек знает о Несеменовиче, это то, о чем мы с вами говорили, это просто масштабы разные. Если человек каким-то образом интересен миллионам, я хочу понять, за счет чего, что в этом человеке, что в нем привлекает и что делает его кумиром. Мне очень интересно, я готов беседовать с любым человеком. Кто вас поразил больше всего за последние несколько лет? Вот это сложный вопрос, потому что, ну, с сотнями людей пришлось поговорить. Вот, допустим, та же Аня Семенович, она же просто мегапрофессионал, вот просто она точно знает, что от нее ждут. Или какой-нибудь абсолютный фрик, Зверев Сергей, который, так сказать, клоун, он, на самом деле, человек с чувством юра, который играет вот эту роль. И я это ценю. Я ценю профессионализм. Еще раз процитирую вас. Совет подрастающему поколению у меня один. Не тупите, как мы тупили в вашем возрасте. Поясните. Ну, это то, с чего мы начали разговор, с того, что я себя считаю хунвебином перестройки. Я считаю, что надо включать голову и всегда понимать, кому выгодно, кто в той или иной ситуации, в том или ином решении, кто выигрывает. И, ну, не быть пешками. То есть, вот, если ты не можешь выбрать доску, то хотя бы выбирай ход, который ты делаешь, чтобы тобой просто не пользовались. Я считаю, что мы очень тупили. А сегодня многие тупят. Вообще, молодое поколение, вы много вообще тупят? Это да. Да, к сожалению, да. Потому что существуют некие шаблоны, существуют некие клише, и с ними очень сложно вот бороться, скажем так. И в завершение у нас остается совсем немного времени. Вы создаете телевизор. Ну, грубо говоря. А что вы смотрите в этом самом телевизоре? Вы знаете, я должен был бы сказать, что я смотрю исключительно канал «Культура», хотя там есть несколько форматов, которые мне очень нравятся. Я считаю, это очень качественный действительно канал. Но я смотрю при этом и ТНТ, я смотрю «Комеди Клаб», я смотрю такое вот низкое совершенно искусство. Я смотрю развлекал. Ну, естественно, новостные вещи, потому что надо держать руку на пульсе. И меня совершенно вибешивает в благосфере, когда обязательно человек говорит, я здесь видел выпуск, пусть говорят, на Ютьюбе. То есть обязательно человек должен подчеркнуть, что он зомбоящик не смотрит. Если он что-то и видел, то в интернете. Вот эти вещи меня реально подбешивают. Евгений Додалев, гость нашего эфира сегодня. Евгений Юрьевич, спасибо большое за этот разговор. Спасибо, Александр. Ведущий культовой программы «Взгляд», руководитель ряда издательских домов, руководитель ряда журналов, автор книг. Ну, и сегодня телеведущий вы ведете программы на телеканале «Россия-1» и «Москва-24».